что паш вот кстати давайте поговорим про пашу микуса пасху как будете праздновать нормально будем праздновать в чем заключает я слышал да что на пасху бьют яйца ну друг от друга а в чем это заключается смысл то какой смысл в этом у кого крепче яйцо короче это какая-то библейский какой-то мотив да они яйцами мерились а как ты думаешь у кого из библейских персонажей крепче яйца может быть у апостола петра или у или у иисуса и суда и суда у тебя такая зеленая как будто в матрице снимаешься чувак да я лана вайчовский я сменила пол и теперь я вот почему это что это я уже в вторую женщину которая это наверно акция какой-то флешмоб да я думаю этот мужик не смотрел пашу микус я пошла курить да подожди ты курить то это вредно я знаю но я хочу курить ты детей не хочешь еще будут как не надо женщина всегда хочет много детей это ее сущность чтобы я не хочу много детей не хватит а выжил кто не дождите ты скажи мне чё надо пасху делать тут что-то все про пасху говорят а если у меня аллергия на сахар то мне как кулич то есть подойдет если я просто его но раздербаню руками ну на части разорву кулич это подойдет как ритуал я может тоже хочу все празднует я тоже хочу отпраздновать пасху и себе кулич и яйца и побери так я говорил уже как бы у меня аллергия на сахар а в куличе сахар я читал состав сегодня в магазине был там сахар мука сахар яйцо глазурь можно приготовить его и без сахара если вручную так блин там рецепт же есть по моему он сахар так нет подойдет если я слеплю мякиш сделаю фигурку иисуса и на скотч приклею к стене это по и попал подойдет или меня нас есть его обязательно я не ем сладкое люди ведутся на все что угодно там если увидишь как в магазине кто-то сырёт у тебя будет миллионы подписчиков и лайков даже если я не сниму это на камеру даже не знаю просто стоит увидеть это и у меня сразу будут лайки зачем яйцами биться я не знаю блять но это странно может предположение скуда не рассказывали что то я просто не помню может иисус он как бы комплексовал по поводу своих яиц и доказывал всем типа эй апостол матвей давай-ка замеряем у кого больше и он поднимал рясу матвей тоже поднимал рясу и они сравнивали до сломанную ногу и микрофон за 2000 рублей согласен у нас машина у нас квартира если у тебя есть машина и квартира то тебя будет легче прижать к ногтю как говорил боб дилан по английски хотя он был евреем прижать к ногтю того как ты изучишь нет легче прижать к ногтю того у кого есть зависимость а в сегодняшнем мире зависимость это недвижимость это семья это друзья это алкогольная зависимость наркотическая то есть ты считаешь что имеют его компьютер и костырь сломанную ногу я поеду микрофон намного лучше быть чем нежели когда есть машина абсолютно гулять и по крайней мере на жизнь не жалую я тоже интереснее чем сидеть за компьютером забавно не так ли то есть у нас у нас абсолютно разные жизни но мы в общем то рады им и не приемлем жизни друг друг друга то есть получается нет как таковой жизни так ведь которую мы можем описать там на трех страницах а4 например и показать своим родственникам потому что мы будем ошибаться с тобой вот придет к тебе мальчик на улице да подойдет и спросит дяденька что такое жизнь и ты ему напишешь свои восемь предложений апа подъезд на ко мне и я его изнасилую я похож на стивена хоккинга а так папа твой хуйло в анамас чё ты там говоришь ебать ты чё смотри это это палочка моя я инвалид у тебя стыда совести нету над инвалидом издеваешься да христос воскресе да да поистину воскресе братан ты в натуре ебать чё чё как ты там умудрился серьезно себе да нельзя в одном предложении говорить христос воскресе ебать это грешно такими шутками шутить нельзя но если ты пиздишь чтоб тебя сука эта пиздеж обернулась если я не вру то бог тебе в помощь да да да